Опа, сейчас переведу. Одного из них вы уже знаете, поэтому... Привет, ребята, с вами снова Юрий, и это третья или четвертая часть наших специальных выпусков в честь 10 000 подписчиков, он говорит. И первая реакция, то, что они делали вместе в четвером, это на Пентатоникса, вот. И последнее, как он говорит, уже было Home Free, я не знаю, кто это такое, кто они такие. А теперь мы будем делать реакцию на Димаша, потому что именно на него мы делали реакцию вместе с Вульфом. Как отметил его друг, это самое его просматриваемое... это было самое его просматриваемое видео. Он говорит, что он очень сильно взволнован, я должен оставаться в кадре, чтобы не выходить из кадра. Вот так. Надо не забывать. Вы не можете это читать, но это вообще называется Unforgettable Day. Вы, наверное, видели предложение для этого в одном из других видео. В общем-то, ты не сможешь прочитать название, но там написано Unforgettable Day, то есть незабываемый день, то есть Умытыл Мас Кюн. И наверняка ты это уже видел в своих рекомендованных, и Вульф отвечает, да, скорее всего, я видел. Я честно не знаю, на каком языке он будет петь, потому что бывает такое, что Ютуб, ну, не Ютуб, а название песни просто переводят, и поэтому он не знает, на каком языке он будет петь. И Димаш поет на многих языках. Он поет на многих языках в этой песне? Без понятия, не знаю. Но я знаю то, что он возьмет очень высокую ноту в этой песне, что он обычно и делает. Это не является для меня сюрпризом, но я уверен, что он нас все равно удивит. Я не знаю, почему я туда смотрю. Окей, я взволнован. Давай, начинай. Аудио плохо? Ты уже получаешь цветы? Да. Хе-хе-хе-хе. Народ тут же сходит с ума? Да. Он что, уже получает цветы? Да. Если бы я стоял там, где стоят те люди, я бы наверняка тоже сходил бы с ума, как они. ненькие. Это вовсе? Не знаю. Говорит, вроде как, хрупкий голос, мягкий, я бы сказал мягкий, не хрупкий, такой ранимый. Кстати, я извиняюсь, что останавливаю, но давайте учить английский. Знаете, когда вы получаете посылку или покупаете что-то новое, в коробке написано Fragile. И там обычно изображено стекло, типа, оно ломается, так вот, Fragile, 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 я не знаю, как произносится правильно, ну, зависит от диалекта. Fragile означает хрупкий, быстро ломающийся, вот, урок английского номер 3. Он выглядит очень хорошо в этом видео. Он выглядит очень хорошо в этом видео. Это точно баллада. Получается, это фестиваль Гакку и сцена, расположение сцены очень интересно, потому что она вроде как выходит до улицы, не знаю. А где находится этот Гакку фестиваль? Я не знаю, дайте нам знать в комментариях. Я хочу знать, где это находится. Он хочет знать, где находится Гакку. В Казахстане, если не ошибаюсь. Гакку. А там текст, оказывается, был все это время. Похоже на улицу. На улице. Она использует селфи камеру, если вы видели. Он всегда чувствует очень много эмоций в своих выступлениях. Он всегда, он чувствует абсолютно все. Каждый раз когда он поет, он чувствует абсолютно все. И вот этот друг посередине говорит, да, он как рассказчик истории. Только с музыкой. Мы же не понимаем, правильно? Но мы чувствуем. Говорит друг в белой рубашке. Толстов. А как вы думаете, какой это язык вам? Как звучит для вас этот язык? Может быть казахский? Я не знаю. Может быть. Я просто слушал то, какие он эмоции передает мне, нам. Он берет меня в путешествие. Это очень много людей говорили разных. Эта песня мне напомнила грешную страсть. Эта песня звучит немного как грешная страсть. Я не знаю, на казахском ли он поет или нет, но дайте нам знать в комментариях. А, ему также... Мне также понравилось лого, потому что это как, ну, обычная нота с, как он сказал, ключей пианино. Да, это было. Да, это было. На сайте. Это очень хорошая точка. Хорошо, давайте продолжим. Это же язык. Я думаю, это тот же язык. Вероятное. Я думаю, это тот же язык. Да, ты бы сейчас... Да, ты бы сошел с ума, если бы ты стоял там О, мой бог, я сошел гад Нет Мы не оперативно, но не оперативно Момент оперы Мне нравится то, как он ведет или справляется, ну ведет это шоу, принимает близко к сердцу своих фанатов, делает реальное выступление. Я имею в виду, если вы пойдете на живое выступление, то такое выступление это как подарок. Вы можете слушать его музыку, но если вы пойдете на его живое выступление, он вам сделает самое реальное выступление. Его фанаты на его концертах всегда ведут себя восторженно, скажем так. Да, и у него есть настоящая связь со своей аудиторией. Он не делает так, типа, о, мне все равно на мою аудиторию, он идет и контактирует с ними. Да, все Dears, я теперь их понимаю, это сообщество. Он говорит, я жду того момента, когда у меня будет Dearsgasm, ну типа Dearsgasm, ну, поняли. Мне показалось, я заметил то, что фанаты, использующие вот эти все надписи, они всегда используют одни и те же надписи, где написано Димаш. Ну, вон те, которые стоят. Они всегда выглядят одинаково на разных видео. А зачем им эти lightsaber? Это из Звездных войн. Вот эти же мечи есть? Лазерные из Звездных войнов. Они называют их lightsaber. Возможно, это имеет дело с самим фестивалем. Тут есть связь с самим фестивалем. Кстати, я только что заметил, что у них реально световые мечи. Еще 15 минут? О чем они будут говорить 15 минут? О, это было красиво. Человек, который получил это, он такой, «Ах, я актер». Хотел бы стать. Ушные мониторы. Вот и оргазм. Вот и оргазм. Оп, оп, подожди. Я не видел их реакцию. Он продолжает, он продолжает. А, то что он делает, так это он использует дистанцию между своим ртом и микрофоном. И когда он это показал, это было очень смешно. Он вообще-то делал сверху вниз, а не вперед-назад, как это сделал ты, Юрий. Он вообще-то делал сверху вниз, а не вперед-назад, как это сделал ты, Юрий. Мы бы, конечно, не услышали разницу в звуке. Я слышал, что одна из этих техник используется для того, чтобы делать диоргазмы. Я хочу отметить одно, сделать один комментарий. Я заметил, как он вытащил один из своих ушных мониторов. Я думаю, что это впечатляюще, потому что ушные мониторы обычно используются, когда очень много громких звуков вокруг. Ну, или толпа. Громкая. Ушные мониторы используются, чтобы артисты пели лучше. Ну, потому что с ушными мониторами они слышат и музыку, и свой голос. И он, наверное, вытащил ушный монитор, наверное, для того, чтобы как бы больше связаться с музыкой. Я думаю, что его ушной монитор не работал, потому что до этого он как бы что-то делал с этим монитором. Его ушной монитор вообще перестал работать, и он, наверное, просто вытащил. Юрий говорит, может быть. Ну, я и говорю вам, то, что это невероятно круто, то, что он смог продолжить петь даже без ушного монитора. Именно в тот момент, когда у него не было ушных мониторов, одного монитора, он реально наслаждался музыкой. Он наслаждался и музыкой, и со связью с аудиторией. Юрий говорит, я тоже об этом подумал. Мне кажется, что он вытащил ушный монитор, чтобы пообщаться с аудиторией, ну не пообщаться, а поинтерактировать с аудиторией. Это мое новое слово. Возможно, люди знают, что там реально произошло, поэтому дайте нам знать в комментариях. Он хочет снова послушать ту часть, потому что это было безумно. Оперный голос. До сих пор без ушного монитора. Он чувствует музыку. Это оно есть. Это оно есть. Это оно есть. Это, что они называют, что они называют швистковой нотой. Это, ну, помимо того, что они говорят, что за фигня, Юрий говорит, это и называется свистковой нотой. Я думал, что это микрофон перестал работать. Нет, это он создавал этот звук. И сдавал этот звук. Именно по этой причине я выбрал просмотр этого выступления, потому что это самая высокая нота, которую люди слышали, чтобы Димаш пел. Помните, когда один раз я сделал вот так? Это было, ну, Димаш это сделал намного выше. Я никогда этого не слышал. Я не знал, чего ожидать, но то, что он спел, это по-любому именно та нота. Все собаки, которые находятся в толпе, они такие... А где Марли? Зачем тебе Марли? И он показывает Марли. Есть вероятность то, что люди в толпе не услышали этот звук, потому что, наверное, там было очень жарко. Он сказал hot. Или, может быть, ну, ситуация была такая, что они не услышали. Я где-то читал, что люди в возрасте, то есть, чем старше у человека возраст, тем реже он начинает слышать высокие частоты. А вот он и говорит, Юрий говорит, а многие люди, возможно, думают, а что тут произошло? Какая-то ошибка? И чувак в белой толстовке говорит, да, наверняка старые люди. В первой части не было звука. Это было из-за того, что микрофон не мог подобрать звук, или... Я не знаю, я не уверен, я посмотрю еще раз. Мы посмотрим еще раз. Когда именно это началось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень важная техника, чтобы делать эту ночь? Yeah, totally. The high notes, that he already... It's a whole different. Это что, совсем другая техника для издавания звуков? Ну, для пения нот? Типа эта техника отличается от той техники, которая используется для пения высоких нот. У людей есть... У всех есть лимиты в обычном голосе, насколько они высоко могут подниматься. А у Димаша этот лимит, эта черта, эта грань, она намного выше, чем у нас, да? Если вы сделаете вот так, вы можете... Я этого не буду делать. Идти ещё выше, правильно? Итак, Димаш может идти ещё выше в своём головном регистре. Ну, вы все это понимаете, да? Но то, что он спел, это... Он использовал совсем другую технику, что я не смогу повторить. Но есть много очень вокальных учителей, которые могут объяснить это. Я никогда не видел, чтобы кто-то делал такое. То есть, пел такую высокую, настолько высокую ноту. Типа, одни люди поют громче-громче, а Димаш поёт выше-выше. Я никогда не слышал, чтобы кто-то пел настолько высоко. И я не думаю, что в мире есть кто-то, кто может петь выше, чем он. Ну, по крайней мере, из певцов мужского пола. Большинство девушек не могут петь настолько высоко. И мы не говорим о сисковом регистре, мы говорим об обычном головном голосе, фальцете, флажеле или, блин, не знаю. А вот и его грудной голос. Немного оперный. Я хочу сказать то, что первая часть песни, она была как бы умеренной, шла с одной скоростью, да? Он там пел очень хорошо, но всё, скажем так, весь шоколад происходит после этой части. После первой части начали приходить сюрпризы. И с Димашем всегда так. И в этом случае контраст был намного больше, чем в других песнях. Да, потому что в других песнях он постепенно выстраивает песню, а тут он пел вот так, вот так, вот так, потом резко вот так. Видите, даже рука не видно. Да, он каждый раз просто всё взрывает. Мне понравилось то, что он давал воздушные подслуи своим фанатам. И эти воздушные подслуи были от чистого сердца. Они не были такими, типа, как я вот король, вот, вот, знаете, вам. Да, это было настоящим от чистого сердца. По типу, я очень ценю то, что вы здесь со мной. Его фанаты знали, знают эту песню, а они знали, что он будет петь такую высокую ноту, потому что все просто посходили с ума. Возможно, они знали, потому что у него очень много прям хардкорных фанатов. Думаю, люди, которые находились там, на концерте, они знают большинство, то есть много его песен. Представьте, если бы вы пели наряду с Димашем, типа, я даже все это разочарился, я думаю. Надеюсь, вы насладились нашей реакцией так же, как мы насладились этой песней. И да, мне больше нечего сказать. Я мне просто взорвало крышу. Да, Димаш никогда не перестает удивлять. Да, Димаш никогда не разочаровывает. И я очень счастлив, что мы посмотрели это вместе. Я думал, что это было хорошим опытом быть тут вместе с вами и увидеть все это. Он музыкальное чудо. Фанаты называют его не из мира сего, не из этого мира, а инопланетянином. Он что-то другое. Представь банду, группу, которая поет акапеллу из пяти Димашев. Я думаю, это было бы... Как будет прилагательное к слову переборщить? Это было бы переборщение? Оверкел. Чувак с Томми Хитфигером спрашивает, типа, куда бы пошел бас или кто бы пел часть с басом? А потом Вольфу снесло крышу. Боже мой, у него самый глубокий голос. Песня Чужестранец? Боже мой. Его басовый голос просто безумен. Я когда смотрел, у меня была такая реакция. Что? Что происходит? У меня есть 同じ реакцией в том моменте. Мой го, это невероятно. Ты должен посмотреть. У меня все равно у меня есть 同じ реакцией У меня есть 同じ реакцией. Именно в том, именно в этом моменте, когда он поет низким голосом, у всех такая же реакция. Боже мой, это просто, это было безумием. Ты должен посмотреть, послушать эту песню. Стрэнджер. Стрэнджер. Ты меня заинтриговал. С той ноты, которую он спел, возможно, у него 6, а, 7-8 октав. У него есть почти весь диапазон клавиш, которые есть на пианино. А у обычного музыканта сколько октав? Три или четыре? Это невероятно. Четыре? Четыре? Для обычного певца четыре октав это уже много. Посмотрите Стрэнджер, это просто невероятно. Да, возможно, Стрэнджер, по-моему, является моей самой любимой песней Димаша. Я слушал эту песню на повторе очень долго, много. О, кстати, я же не закончил свое видео. Пожалуйста, делитесь моим видео со всеми своими знакомыми. друзьями в разных группах там ВКонтакте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в Instagram, где угодно. Потому что, как вы видите, у меня просмотры безумно сильно упали, так как я удалил, если не ошибаюсь, где-то 300 видео. 300 видео это два года моей работы. музык-видео, и туториалы, для вас, чтобы посмотреть. так что, спасибо большое, и увидимся. Некоторое время назад, и Волф говорит, 10 тысяч лайков, и он попробует. Урок английского номер 4. Он сказал whistle, а потом will see. А whistle это свисток, свистеть, а will see, это означает, мы посмотрим. will see это сокращенно от we will see. мы будем посмотреть. Шичу. Мы посмотрим. А и whistle will see звучит одинаково. Примерно. На этом я заканчиваю, закончу свой перевод. И как всегда, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам шум не мешал. И ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok